Происходящим давно уже нет ничего удивительного. Мы привыкли, что можно в любой момент сесть в автомобиль, доехать из точки А в точку Б, добраться до любого населенного пункта. Но, к сожалению, не для всех. Деревня Полубояринова находится не в труднодоступном районе России, а в 120 километрах от столицы нашей Родины и всего лишь в 20 километрах от районного центра Коломны. Да, это Московская область, регион интенсивного высокоразвитого сельского хозяйства. Именно так указано в стратегии социально-экономического развития Московской области. На деле же развивать социально-экономические сферы просто невозможно. Из-за отсутствия дороги жители ограничивают в элементарных правах. Экстренные службы сюда вряд ли доберутся. Спецтехника для строительства отказывается ехать. Даже вывоз мусора и то организовать невозможно. Сельская и районная администрации разводят руками. Очень мало жителей. Дорогу построить не можем. Как же здесь будет много жителей, если сюда невозможно добраться? Привезти необходимые продукты, вещи? Как можно развивать деревню, если сюда не может пройти даже спецтехника? Как здесь можно построить дом, если невозможно привезти стройматериалы? А детей как здесь рожать, если детей потом не вывезешь ни в больницу, ни в школу? Областные и федеральные целевые программы помочь тоже ничем не могут. Хотя цели этих программ, как всегда, самые благие. Улучшить и расширить, создать комфортные условия. Для жителей деревни Полубоярина улучшать и расширять нечего. У них нет условий, которые можно сделать комфортными. У них нет дороги. Развитие сельской территории в таких условиях не представляется возможным. Так как все, что можно доставить в деревню, можно доставить, как и 300 лет назад. Только пешком. Видимо, все законы и целевые программы не работают за 100 километров от Москвы. И не могут гарантировать гражданам России равные конституционные права и свободы человека. Жителям деревни Полубоярина восстается только самостоятельно засыпать в большие лужи кирпичной крошкой и надеяться на чудо. За всю свою историю эта деревня, видимо, не переживала такого упадка, как в наше время. На протяжении 400 лет деревня росла и развивалась. Видимо, пришел ее закат. Редактор субтитров А.Семкин